Всем привет! Сегодня с историей от подписчицы. Сейчас я зачитаю ее письмо. И мы дадим с вами ей советы, о которых она просила. Давайте начнем. Здравствуйте, Гарри! Спасибо большое за ваш блог. Очень нужен ваш совет. Мне 22, моему парню 30. Встречаемся на расстоянии. В сентябре он сделал мне предложение. Когда мы встретились, мне был 21 год, и он стал моим первым мужчиной. Однако мы очень быстро вступили в близкие отношения, так уж получилось. Я об этом не жалею. Но мой парень не верит в то, что он мой первый мужчина, хотя это действительно так. Я абсолютно не даю поводов для ревности. Одеваюсь очень скромно. Мы всегда на связи. В социальных сетях я неактивна. Но недавно он нашел в моих подписчиках какого-то турка, с которым я познакомилась 3 года назад в отеле, где отдыхала с семьей. Я от него давно уже отписалась, но на его фотографиях трехлетней давности были мои лайки. Для моего жениха это значило, что между мной и тем парнем неприемлемо что-то было. Но ничего не было. Мы даже не общались. Совершенно. Я с ним никуда не ходила. На весь этот вынос мозга я спокойно ответила, что если ты мне не веришь, ты можешь написать этому парню и спросить у него, было что-то между нами или нет. Я говорила, что у меня до него никого не было, но он говорит, что все девушки ему так говорили, а сами спали со всеми подряд. Я сказала, что я ничего подобного не делала, вроде успокоился, но осадочек остался. Галина, как лучше себя вести в такой ситуации? Мне не хочется его терять и не хочется, чтобы это недоверие все разрушило между нами. Ну, я не хочу терять и чтобы это недоверие, но у вас вот такой парень с проблемами с доверием, с предательством. Либо он это видел в семье мамы и папы, либо у него было предательство от женщин до вас. Как себя вести в такой ситуации? У вас, ну, вообще, по сути, два варианта. Расставаться с таким мужчиной, да, надо быть эгоисткой в этой ситуации, понимать, насколько вам это приятно, неприятно, нарушает ваше личное спокойствие, пространство, как влияет эмоционально на вашу жизнь. Вы должны опираться всегда на то, что если мне это не нравится в моей жизни, и мне это не устраивает, я с этим расстаюсь, это во-первых. Во-вторых, вы не должны его переделывать, утверждать, защищаться, оправдываться, потому что вот эта игра ревности на это и идёт. К сожалению, про саму ревность там не очень много написано, только в общих чертах, то есть я не могу понять его конкретную мотивацию, причины его поведения. Понятно, что там недоверие, но какого плана? Зачем именно цель вот этих вот истерик всяких прочего, вот этого всего, зачем он это делает? Мне не совсем понятно, к сожалению, я не смогла понять из письма. Но я могу точно сказать, не вникая в это, вы должны почувствовать, насколько вам это комфортно. Я не хочу его терять, но значит, вам это комфортно, значит, вы терпите и принимаете этого мужчину таким, какой он есть. И вы каждый раз будете слушать, что вы такая плохая, можете под него подстраиваться, как хотите. Вы всегда будете плохой, потому что это проблема в этом мужчине, а не в вас. Вы решаете терпеть его, соглашаться, такой, какой есть, или расставаться, переделывать, оправдываться, подстраиваться. Явно не нужен этот компромисс с вашей стороны для удержания больных, нездоровых отношений. Во-первых, чтобы понять, в чём причина, как-то вам получше, да, было в этой ситуации, надо конкретно понять, в чём причина. У меня до тебя были девушки, они тоже так говорили, оказались они такие, так, наверное, причина в том, чтобы просто измена была в отношениях, вот в чём дело. Какой-то один эпизод, или это у него вообще на подсознании, на подкорке, на восприятии заложено, где-то там много череда каких-то там примеров, или надо, короче, понять причину. Я думаю, что, скорее всего, процентов 80, что ему просто девушка изменила, тем более парень ему 30 лет, он не такой там взрослый, супер, знаете, ну не мужик там 40-50 лет прошаренный, вот я к этому, да, и если он хорошо погулял до 30 лет, вам вообще, то, что он сказал вас, как девственницу, да, ему нужна была такая девушка правильная, это о нём тоже говорит, что у него, как говорится, рыльца в пушку, ему нужна, у него, короче, базовое недоверие, если он сказал такую девушку, чтобы не докопаться. И вообще, если лично так ковырять, как правило, вот эта проблема ревности, это же проблема самоудовлетворения мужчиной, своей самооценкой, это низкая самооценка, это недоверие базовое к людям, к женщинам, там, неважно по какой причине, я недостаточно хорош, чтобы мне не изменяли, это неуверенность просто в себе в самом, это проблема с эго, я рядом с другими самцами проигрываю, я рядом, например, в стае, там, эти животные такие инстинкты, со львом каким-то, главарём, я проиграю, я найду такую женщину, такую самку себе возьму, да, за которую мне не придётся воевать и конкурировать с кем-то, которая гарантированно, до меня никто с ней не был, понимаете? Это его подстраховка своего вот этого комплекса, своего эго, у мужчин, как правило, вот это срабатывает. Если вот этой подложки нет, как правило, это просто стандартное предательство человеческое, да, там, измена, ещё что-то, обман какой-то, он очень ранил, и поэтому человек в будущем очень больно эту тему воспринимает. Вот. А если у него такого особо не было, предательство конкретной истории, то проблема с его личным восприятием вообще, ощущением себя в этом мире, своей позиции, закреплением своей позиции в обществе, может быть, он недоволен, подумайте, своей жизнью, социальным положением, там, положением семьи, может быть, он не достиг то, чего хотел, цели себя не реализовал. Это всё может закладываться и выливаться вот в эту ревность. То есть, по сути, из-за своих комплексов проблем человек всё это так аккумулирует и выводит вот в это недоверие, например, к вам, на вас срывается с какой-то точки зрения, повышает себе самооценку. То есть, как правило, люди, которые находят в других людях что-то плохое, что-то негативное, что-то на минусе, это то, что их раздражает в самих себе. А в человеке напротив они это просто видят как отражение в зеркале. И очень часто люди делают замечания и укоряют в чём-то, неважно, в моральных качествах, физически что-то, да, там, «Ой, да ты толстый, жирный!» Там есть, да, в интернете такие комментарии кому-то пишут, там, в Инстаграме к фотографиям, да? Но это может быть сам толстый, жирный человек или который боится стать толстым и жирным. Когда он видит, как в зеркале другого человека напротив, он видит, как зеркало, да, а я могу быть таким же, а я не хочу, мне от этого страшно. Или у меня сила воли слабая, я не могу контролировать себя насчёт еды, и я буду таким, я боюсь быть таким. И надо, то есть вот эта агрессия, нахождение проблемы в другом человеке, на самом деле, он просто как бы всегда представляет, человек смотрит просто в зеркало на себя, смотрит вот так в зеркало, и «А это же я!» и начинает агрессировать, на самом деле он агрессирует на самого себя, что в нём это тоже есть. И вам пример, не знаю, приведу, мне в комментариях иногда есть несколько девушек, ну парочку, тройка всего за всё время канала было, которые просто ненавидят мой нос. У меня проблем с моим носом, вообще с внешностью, у меня всё устраивает. Но есть одна-две девушки всего, может, там было, или это одна, я, скорее всего, регистрируюсь с паразитными аккаунтами, что я блокировала, постоянно, практически одними и теми же словами, вот у тебя там сделала операцию на нос, у тебя страшный нос. Ну, смотрю, зеркало, да в порядке у меня с носом, вообще твое мнение никто не спрашивал, оставь его при себе вообще. Так что если вы говорите «Я не хочу прерывать отношения, меня всё устраивает», по сути, вы этим самым говорите, да, ну тогда вы остаётесь в этой ситуации с этим мужчиной и терпите его такое поведение. Вы переделать другого человека не можете, залезть в голову другого человека тоже не можете. Вы можете понять, может быть, причины его поведения, и тогда уже решать, принимать его таким, какой он есть, или с ним расставаться. А изменить человека другого вы не можете. Меняются люди только, когда сами этого хотят. Как видите, он не хочет меняться, ему всё в кайф. Он, наоборот, мне вообще кажется, что эту ситуацию он специально создаёт, а не ему зачем-то эти ситуации ревности нужны. Скорее всего, под корочкой здесь идёт вот эта подслойка про его эго, про его нутро, что у него внутри. Причины в этом, что он с собой не удовлетворён, не удовлетворён своей жизнью. Ну что, вот такой мужчина у вас, и вам решать, быть с ним или нет. Вообще, честно скажу, что надо быть больше эгоистом и жить для себя, потому что люди в нашей жизни, друзья, мужчины, приходят и уходят. Если вы найдёте будете психически, психологически, скажем так, здоровым человеком, ну, в балансе с собой, я имею в виду, находиться, вы тогда найдёте себе такого же здорового человека в балансе и заживёте, тогда вот эти браки надолго получаются. А если вы в балансе, но при этом находите расшатанного человека с претензиями, с ревностями, например, гипер-какими-то непонятными, и вы потом начинаете себя ломать, подстраиваться, терпеть его, его загоны, вот «ну я же его люблю», тем самым вы из себя из баланса убираете и идёте с ним вместе расшатываться, дисбалансироваться, вносить какую-то смуту в свою жизнь. И оно того стоит, жизнь-то ваша, сегодня он есть, завтра его нет. А с вот этим дисбалансом вам оставаться. Поэтому главное вообще, ну, считайте, как хотите, но с точки зрения психологии, к сожалению, это выглядит так. В меру, в жизни нужно быть эгоистом. Но просто когда вы думаете о себе в первую очередь, со временем вокруг вас формируется такой круг общения, даже родственников, близких людей, мужчин и всего прочего, вообще ваша жизнь вокруг формируется так, что у вас будут приятные в общении нужные люди, с которыми вам хочется общаться, потому что вы их будете такими выбирать, и они будут где-то подстраиваться под вас. А если вы будете всегда, как говорят, очень любят люди, которые не хотят меняться, говорят о некоторых психологах и о психологии, мне такое часто пишут. Ой, ну если слушать совет психологов, то это вообще недееспособно для жизни, нереально. Это что, всегда думать только о себе, а для семьи? А как же быть там жертвой? А как же подстраиваться? Что, быть эгоистом? Да кому ты такая нужна, будешь эгоистичная? Ни один мужик на тебя не поведется. Это ваши страхи, нежелание перемен. Вот если ты будешь такой, как тебе хорошо, да, такой мужчина тебе найдется со временем. Надо просто поискать. А если ты ищешь среди, например, нездоровых, дисбалансированных мужчин, ну ты такой же и тоже становишься. Вот я к чему веду. Так что отчасти мы должны быть эгоистами. Вы знаете, люди это понимают, когда? Когда у них трудности в семье, в жизни, ситуации происходят, ЧП какие-то, когда они встречаются лицом к смерти, например, да? То есть они понимают, что оценку жизни дают свою ценность. Что от жизни может хоть сегодня, завтра оборваться, а не через, там, 50 лет. И жить надо сегодняшним днем. А правильно ли я живу? А живу ли я в свое удовольствие? Вот об этом вы всегда должны думать и помнить. Что нет никакой гарантии, мы не знаем, когда закончится наша жизнь. Поэтому ее проживать нужно качественно, с удовольствием. Вот к чему я все это веду. Пишите ваши комментарии для девушки, чтобы вы посоветовали ей делать, когда такой ревнивый мужчина. Так что она ждет ваших комментариев и советов. Под видео я оставляю почту для записи на психологические консультации или присылайте мне ваши истории, чтобы я их могла разобрать и в видео, как сегодня, не анонимно. Спасибо за внимание. Поставьте лайки этому видео. Буду очень признательна. Скоро увидимся. Всем пока. Продолжение следует...